В правительстве региона обсудили строительство комплекса по производству синтетического волокна. Он появится на территории Вичковского района, на месте бывшей хлопковой базы. Помимо средств, которые нужно найти на строительство, необходимо решить множество других вопросов. Это обязательно и маркетинговая, инжиниринговая подготовка. Это обязательно вопрос обеспечения сырьем. Это обязательно вопросы сбыта. Только поработав все аспекты данного проекта, мы можем считать свою миссию исчерпанной и докладывать и правительству, но и прежде всего осознать самим себе, что предприятию быть, что можно начинать его строить, что эффект от него будет безусловно. Доводы за строительство комплекса заключаются в том, что хлопчатобумажное производство в регионе год от года сокращается, а потребности страны в синтетических материалах растут в арифметической прогрессии. Увеличивается число сфер, где находит применение полиэфирные волокна. Товары из синтетики активно вытесняют из строительных технологий, из технологий строительства дорог, из технологий строительства зданий промышленных и бытового назначения жилых, те материалы, которые использовались раньше. Пароизоляция, гидроизоляция, различные отделочные материалы – все это на сегодняшний день синтетика. По словам Павла Конькова, никто не намерен хоронить хлопчатобумажное производство, но у Ивановской области необходимо брать вектор на текстильные инновации. Хлопчатобумажное производство, в котором Ивановский регион остается лидером на территории Российской Федерации, к сожалению, имеет ряд минусов. В частности, это очень высоко конкурентное, к сожалению, пока низкоприбыльное, соотносительно невысоким уровнем зарплат, и исходя из этого мы не можем в развитии региона опираться только на традиционных хлопчатобумажных текстильных. Разработчики проекта уверяют, что продукция Ивановского завода по производству полиэфирного волокна составит конкуренцию китайским производителям. Себестоимость продукции будет ниже за счет больших объемов производства.